Что касается способов приветствия, учёные говорят, что приветствующему желательно произносить «Ассаляму алейкум у рахматуллахи ва баракатуху». Даже если мы приветствуем только одного человека, следует обращаться к нему не в единственном числе «Ассаляму алейка», а во множественном «Ассаляму алейкум», чтобы тем самым приветствовать и ангелов, находящихся рядом с ним. Отвечающий на «салям» тоже произнесёт «Ва алейкум ассалям у рахматуллахи ва баракатуху». То есть на приветствие «Ассаляму алейкум» следует не просто отвечать «Алейкум ассалям», а добавлять «Ва» и говорить «Ва алейкум ассалям». И так до конца. Словом, здесь возникает вопрос, если отвечающий скажет просто «Алейка» или «Алейкум ассалям» без «Ва», будет это ответным приветствием или нет? Имам Ан-Навави, рахимахуллах, сказал, «Один из учёных Масхаба Шафии, да будет доволен им Аллах, говорит, то произнести «Алейка» или «Алейкум ассалям», а не «Ва алейкум ассалям» недостаточно. Это не считается ответным приветствием. Такое утверждение является слабым или ошибочным. Оно не соответствует Корану, Сунни и Масхабу имама Шафии. Существует и хадис, свидетельствующий о том, что отвечать на приветствие без добавления «Ва», уточняющего, кому адресовано приветствие, дозволено. Всевышний Аллах создал Адама, алейиссалям, ростом в 60 локтей и сказал ему, «Подойди к тем сидящим ангелам, поприветствуй их, и запомни ответ, которым они тебя почтят. Это и будет приветствием твоим и твоего потомства». Пророк Адам, алейиссалям, подошёл к ангелам и поприветствовал их. «Ассаляму алейкум», ангелы ему ответили, «Ассаляму алейка ва рахматуллах», то есть добавив «ва рахматуллах». Есть ещё один похожий способ ответа на приветствие. Если к вам обратятся с приветствием «Ассаляму алейкум», следует ответить «ва алейкум саляму рахматуллах». Если услышите «Ассаляму алейкум рахматуллах», скажите «ва алейкум саляму рахматуллахи ва баракатуху». Если же приветствующий произнесёт «Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху», надо ответить так же «ва алейкум саляму рахматуллахи ва баракатуху», не добавляя боли ничего. Некий человек поприветствовал Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, словами «Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху», добавив и другие слова, вероятно, Ибн Аббаз да будет доволен им, Аллах сказал ему, приветствие до слов «уа баракату», то есть добавлять более этого, ничего не нужно. Для приветствующего является сунной повысить голос, чтобы быть услышанным, а отвечать необходимо сразу же, без промедлений, это является необходимым условием. Запоздалый ответный салям не считается ответом на приветствие и влечет за собой грех, подобный тому, который записывается, не ответившему вовсе. Приветствовать первым желательно, сунна, но не обязательно. Если из группы людей приветствие произнесет хотя бы «один», этого достаточно. Если же это сделают все, будет еще дороже и полноценнее. Кто придет в дом, мечеть или другое место, где есть люди, тот обязан поприветствовать их, согласно словам пророка саллиллау алейху ассалям, вы распространяете приветствие между собой. То есть это веление посланника Аллаха алейху ассалям сделало приветствие обязательным. Но даже если не считать его обязательным, то это важная сунна, сунна муаккада, ибо это обычай мусульман. С тем, что отвечать на приветствие обязательно, согласны все ученые. Доказательством тому служит упомянутый аят. Не ответить на приветствие значит унизить приветствующего, а недопущение унижения является обязанностью. То есть нельзя унижать мусульманина, которого Всевышний Аллах возвысил исламом. Если поприветствовали одного человека, тот обязан ответить. Если группу людей, то ответ на приветствие является фарзом аль-хифайя. То есть если ответит хотя бы один из них, то с остальных эта обязанность снимается. Если же никто не ответит, то грех будет всем. Об этом говорится в хадисе, переданном али-асхабам да будет доволен им Аллах от пророка али-иссаляту-ассалям. Если из группы людей, идущих по дороге, один поприветствует группу сидящих людей, этого достаточно. Если из сидящих ответит один, этого тоже достаточно. Продолжение следует...